Здравствуйте, я снова вас приветствую на своем канале Здоровье и красота от морковки и сегодня хочу поговорить о том, почему японцы не жалуются на свои колени, что же они такого едят и при этом живут еще и долго. Оказывается, японцы потребляют огромное количество различных продуктов питания, которые дают не только питательные вещества для всего организма всевозможного вида, но самое главное это коллаген. Не многие знают, что коллаген это белок, который составляет основу соединительной ткани в организме не только человека, но и животного. Коллаген входит в состав сухожилия, костей, хрящей, дермы и так далее и того подобное. Благодаря коллагену обеспечивается прочность и эластичность этих тканей. Между прочим, коллаген отсутствует у растений, бактерий, вирусов и простейших, а также грибов. Поэтому японцы никогда не будут викторианцами. Коллаген является основным компонентом соединительной ткани и самым распространенным белком и составляет от 25 до 40 процентов белков во всем теле. При этом синтез коллагена очень энергозатратный и происходит только у животных, которые используют свободный кислород. Благодаря коллагену, с точки зрения питания, коллаген и желатин являются белками низкого качества, так как они не содержат всех незаменимых аминокислот, необходимых человеку, что означает неполноценные белки. Некоторые производители основных на коллагене пищевых добавок утверждают, что их продукты могут улучшить качество кожи и ногтей, а также здоровье суставов. Но они упускают умышленно, либо специально один главный момент, что если в организме или в организм не поступают незаменимые аминокислоты, как я сказал, которых нету в коллагене и желатине, то коллаген практически не усваивается организмом. Коллаген не только входит в пищевые добавки, но и также входит в состав косметических средств для образования влагоудерживающего слоя на поверхности кожи, похожими на свойства влажного компресса, а также для продления действий экстрактов, масел и других косметических композиций. При этом придает блеск волосам или создает защитный слой на поверхности волос. Еще хотелось обратить ваше внимание на то, что нарушение синтеза коллагена в организме лежит в основе многих болезней. Другими словами, ослабляется вся костная система человека, на фоне которого появляются рахит, ломкость костей, вывихи, слабоисоединительные ткани, проблемы с кожей, проблемы с волосами, ногтями, а также влияет на сердечно-сосудистую систему. Итак, вернемся к нашим японцам. Японцы в огромных количествах потребляют морскую продукцию. У них практически на столе всегда это лосось, тунец, известная рыба всем фугу, угорь, скумбрия, морской лещ, также рыбешки, крабы, креветки, морские ежи, мидии, кальмары, осьминоги. Между прочим, японцы замечательно обходятся без картофеля, но в огромных количествах потребляют рис. А особой популярностью пользуются соя и совые продукты, такие как соевый соус и тофу, а также и мису и нато. Конечно же, японцы потребляют и лапшу из пшеничной муки, из гречневой муки, а из бобового крахмала готовят стеклянную лапшу. Конечно же, японцы потребляют в огромных количествах и морские водоросли, также они любят потреблять фасоль, а вот мясо японцы едят в мерленных дозах, выбирая говядину и свинину. Также японцы любят употреблять в больших количествах и овощи, отдавая предпочтение огурцам, моркови, спаржи, имбирю, а также капусте, дайкону и росткам бамбука. Хочется отметить, что японцы употребляют продукт в основном в сыром или полусыром виде, подвергая их минимальной термической обработке, а также добавляя минимальное количество специй и приправ. Также японцы любят и яйца, при этом употребляют и фрукты, и каштаны, и желатин, и травы. Подведем итог. Благодаря пище, которую они употребляют, то есть она у них разнообразна и содержит огромное количество макро-микроэлементов и других питательных веществ, в том числе и большого количества коллагена, которое содержится в этой пище, они здоровы, крепки, могут много работать. Между прочим, они без работы в своей жизни вообще не представляют, поэтому болезнями, которыми в основном массе страдают европейские жители, они не болеют. Хотя европейская культура все же проникла в японскую кухню, благодаря чему и европейские болезни тоже пришли в Японию. Но более старое поколение все же остается верными знаниям своих предков, в частности питания. А на этом все. Будьте здоровы и до новых видео. Пока!